Всем привет, меня зовут Егоров Артём и добро пожаловать на курс, где мы изучаем Kinder. На предыдущем уроке мы познакомились с виджетом CheckButton. Он представлял собой флажок, который мы могли снять или поставить. А сегодня мы разберём виджет, очень похожий RadioButton. Только в отличие от флажка, RadioButton представляет собой группу таких флажков, где может быть выбрано только одно значение. Чтобы создать RadioButton, вы должны будете воспользоваться однимённым классом, соответственно, RadioButton. Здесь вы указываете, где располагается. И давайте пока остановимся на тексте. Наша программа будет выбирать, точнее мы пользователю передадим выбор о уровне сложности. То есть у нас, смотрите, будет текст уровень сложности Easy, Middle. И давайте сделаем ещё Hard. Ну и ещё, чтобы пользователь понимал, о чём идёт речь, мы расположим Label на нашем окне. И скажем, что текст у него будет следующий. Выберите уровень сложности. Нам все эти четыре виджета нужно ещё также расположить на нашем окне при помощи метода Pack. Давайте запустим. Вот, смотрите. Label вверху и три таких переключателя. Обратите внимание, они все сейчас включены, и я вообще не могу ими управлять. И дело в том, что эти три RadioButton сейчас не связаны с друг другом. То есть мы не указали, что они, все три, должны являться единым целым. Для этого мы должны их привязать к одной и той же переменной. Переменную мы должны, конечно же, создать выше. Давайте, это у нас будет Level War. И мы должны воспользоваться созданием переменной при помощи ТКИНТРа. То есть мы обращаемся к модуле ТК. И здесь, смотрите, мы можем создать целое число, строку или там что-нибудь другое. Для наших нужд достаточно будет создать целое число. Так вот, это у нас переменная Level War. И, значит, смотрите, в RadioButton я могу провалиться, зажав Ctrl. Вот, у нас есть один интересный атрибут, вот этот Variable. Я его копирую. И мы каждый из этих кнопок привязываем через Variable вот эту переменную нашу Level War. Тем самым все эти три RadioButton будут привязаны к одной переменной. Итак, запускаем. Вот. Теперь я мог их хотя бы выставить, да? Но при включении больше ничего не происходит. Дело в том, что мы также, помимо того, что привязываем всех к одной переменной, должны указать значение, которое будет эта переменная принимать после того, как мы нажмем на соответствующую кнопку, радиокнопку. И это все регулируется атрибутом Value. Допустим, первая кнопка у нас будет иметь значение 1, вторая кнопка 2 и третья 3. Теперь перезапускаем. Нажимаю Easy и никто больше не отмечен. И вот я могу спокойно переключаться по уровню. Теперь нам нужно с вами научиться как-то понимать, изменилась ли вот эта наша переменная Level War или нет. Для этого у радиокнопки есть атрибут Command. То есть мы навешиваем функцию, которая запустится, если выбрать одно из этих трех действий. Как это делать? Смотрите, мы через запятую обращаемся к атрибуту Command и говорим, какая функция должна быть вызвана. Давайте назовем ее SelectLevel. И нам, конечно же, ее нужно будет определить выше. Давайте вот здесь вот после импорта я это сделаю. Итак, def SelectLevel. Итак, что нам тут первым делом нужно? Нам нужно с вами получить Level. Мы его получаем по нашей переменной Level War. Итак, я вызываю метод у нее Get. И дальше, значит, смотрите. Я могу просто вывести этот Level. Обратите внимание, у меня сейчас Select повешен только на RadioButton1. Вот я нажимаю Easy и мы видим единичку. На Middle нажимаю на Hard, ничего не происходит. А на Easy опять же выводится единичка. Соответственно, мы эту Command должны повесить на все наши радиокнопки. Так, отлично. У нас это будет срабатывать. Ну и, как вы понимаете, Level будет принимать одно из этих вот трех значений. Значит, здесь мы можем с вами, соответственно, делать следующее. Если Level равен единице, то Print Easy, да? Иначе Level равен 2. Print Middle. Иначе Level равен 3. Мы выводим Hard. Запускаем. Итак, выбираю Middle. Сработало. Hard тоже вывелось. Easy тоже работает. Отлично. Также мы с вами можем создать еще один лейбл. Давайте у нас будет он вообще пустой изначально. Текстово даже у нас не будет содержаться. Но, смотрите, у лейбла, я опять же проваливаюсь внутрь него, есть атрибут TextVariable. То есть мы можем привязать какую-то переменную, откуда будет браться текст нашего лейбла. Значит, переменную я должен создать. Это будет LevelText, уже строка. И значит, LevelText привязывается через атрибут TextVariable к нашему новому лейблу. И мы должны повлиять на эту переменную внутри нашей функции SelectLevel. Каким образом? Мы можем с вами создать обычную строку, даже необычную IF строку, и здесь указать. Вы выбрали, параметр указываю, и какой уровень. В качестве параметра мы можем, например, передать вот эту переменную Level. И после этого мы с вами эту переменную S можем проставить нашей новой созданной переменной LevelText. Значит, я обращаюсь к переменной LevelText, вызываю у нее метод Set и передаю вот эту переменную. Ну, в принципе, можно и обойтись без нее. То есть вот этот текст я просто вставляю сюда. Итак, у нас, смотрите, когда будут выбирать кнопку, будет изменяться переменная LevelText. Мы ее создали здесь. И при изменении LevelText это изменение автоматически будет влиять на наш лейбл, который располагается в самом низу. Давайте запустим. Смотрите, с виду ничего нет внизу, да? Лейбл у нас не содержит никакого текста. Выбираем Middle и видим, что мы выбрали уровень номер 2. Hard — это выбор третьего уровня. Easy — логично, это уровень 1. Далее давайте с вами создадим еще одну группу радиокнопок. Итак, мы можем с вами, в принципе, вот это все скопировать и вставить вот сюда вот. Выберите, давайте, допустим, расу. У нас с вами будут эльфы, люди и орки. Если мы с вами запустим программу сейчас, смотрите, какая у нас с вами интересная ситуация получится. Мы выбираем, например, Middle, и у нас будет отмечено сразу в двух местах — в Middle и в Luzi. Почему это произошло? Потому что у нас кнопки имеют одинаковое значение. И они связаны с одинаковой переменной. Если мы с вами, соответственно, создадим новое значение переменных, да, 4, 5 и 6, то у нас проблема не решится. Точнее, часть проблемы решится. Мы Middle выбираем, люди при этом не выбираются. Но у нас с вами это не представляет собой две независимые группы кнопок. То есть у нас есть одна большая группа кнопок, и вот можем выбрать одно из этих значений. Так вот, для второй группы кнопок вам, соответственно, понадобится создать отдельную переменную. Вы можете тоже ее объявить int, и, соответственно, здесь будет nation. Значит, мы привязываем ее здесь, здесь и здесь к людям, эльфам и оркам. Перезапускаем программу. И вот теперь мы можем выбрать независимые значения в верхней группе кнопок и в нижней. Ну и напоследок давайте наш код немного оптимизируем. А именно оптимизируем код, который у нас касается выбора уровней. Смотрите, у нас проблема в следующем. Код является почти одинаковым. Различаются только значения текста здесь, да, и значения в эльфе. И далее еще здесь, эльфами, мы должны проверять соответствие. То есть если уровень 1, то печатаем easy. Если уровень 2, то печатаем middle. Чтобы упростить этот код и не повторяться, вот, например, в этих местах, и не делать вот эти проверки, мы с вами можем все упаковать в словарь. То есть мы создаем словарь levels. И здесь ключами у нас будет, соответственно, значение уровня, а значение это текст. То есть у нас будут ключи 1, 2, 3. Уровень middle и уровень hard. Теперь одно только вот это нововведение. Создание вот этого словаря позволяет нам избавиться вот от этих ифов. То есть, смотрите, мы можем просто вывести следующее. Мы обращаемся к переменной levels, к нашему словарю, по ключу level. Запускаем. Итак, здесь выбираем middle и видим, что это middle. Easy – это easy. Напоминаю, здесь приходят значения 1, 2 или 3. И мы по ключу 1 или 2 и 3 получаем значения из словаря. И следующее. Вот здесь мы создаем радиокнопки. Как мы можем это сделать? Мы можем пройтись по ключам нашего словаря. In levels, да? Словарь – это неупорядочная коллекция, поэтому давайте сразу сделаем sorted. Мы хотим от первого до третьего в порядке возрастания пройти. И вот эту кнопку мы одну оставим. Вот эту закомментируем две. Смотрите, сюда мы должны подставить значения из словаря. Это значит, мы обращаемся к levels по ключу key. Или правильнее давайте не key назовем, а мы уровни же обходим, да? Вот level я сюда беру. А здесь у нас подставляется значение самого level. И вот, смотрите, вот эти кнопки я могу удалить. Запускаем. Middle печатает middle. Easy печатает easy. Hard, соответственно, третий уровень. И здесь отображаются необходимые нам цифры. Итак, с радиоботтнами у нас сегодня все. Надеюсь, эти примеры вам прекрасно рассказали, для чего они нужны и как с ними работать. Поэтому, если это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Ну, а сейчас у меня на этом все. Увидимся в следующих видео и продолжим знакомиться с библиотекой Kinter. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok